У них элит нет своих, ну то есть у нас революцию сделали там, в 17-м году сделали двори, которые были инкорпорированы в так или иначе в аристократию, и в 91-м году сделала протократия, опять же совершила революцию. У них нету такой-такой портовнистерейтора и баскетболиста. А у нас все, что происходит внутри страны, это все-таки внутривидовая борьба или это внешнее воздействие? Это тот же самый предмет, только в данном случае, в данном случае, либерально-буржуазная аристократия, которая потеряла отчасти управление политическое и теряет экономическое. Но они поддерживают, на вами, правильно? Они накачивают это деньгами, они, конечно, желают перехватить власть. Вот когда мне говорят, я часто спорю там в московских гостиных, как говорит Марго, то есть мне говорят, это американцы. Ну, наверное, конечно, американцы или внешнее воздействие, все понятно, как бы это классика. Должны кому-то передавать. Да, наверное, да. Но я считаю, что основное вложение в Алексея, конечно, связано с российской либеральной буржуазной аристократией. Именно они являются основными донорами. Если бы их не было, они американцы тоже, да, так думаешь? Да, конечно. А кто это, например? Ну, вот кто это? Какие это семьи, кланы? Мы почему-то про это стесняемся говорить. Мы не можем назвать именами. Потом они, как бы, деньги, они кругом идут. Здесь же в России их никто не передаст, потому что это сразу все выявят. Поэтому у нас, сколько, триллион денег выкачали из России, а потом они оттуда уже заходят через третьи схемы... То есть наши же финансируют, как бы, вот это внешнее вторжение. Конечно, конечно, безусловно.